всем добрый день сегодня я покажу как связать вот такой очень теплый носок точнее носки валенки можно сказать они очень толстые шерстяные и по итогу мы еще добавим защиту от скольжения на стопу домашними доступными средствами сделаем это без покупных силиконовых паст вот но для начала я покажу как связать такой носочек используя две спицы вот я буду вязать на таких с леской но я не буду вязать по кругу мне это неудобно у меня получается намного дольше натянутая цепочка должна плотно облегать ногу самой широкой и части и Субтитры сделал DimaTorzok 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 Важный момент, что когда вы будете провязывать в центральной части последнюю петелечку из кромочной, делайте ее очень плотной, чтобы потом у вас здесь не образовалось никакой дырочки. Вот пятка. Вот мы вышли на эту линию. И вяжем сплошную ряточку до сужения на пальцах. Вот наша пятка видна. Когда мы провяжем до того момента, как нужно будет уже сужать в районе пальцев, мы делим все наше вязанное полотно пополам. Вот я меточку здесь специально поставила. И вот эти два участка мы будем параллельно сужать с двух сторон, а именно провязывать крайние петли вместе. Две в одну. Первые две петли вместе по узору. Дальше вяжем как обычно. Доходим до нашей меточки. И две последние петли этого участка провязываем в одну лицевой. Лицевой ряд лицевыми петлями провязываем. Первые две петли второго участка также провязываем лицевыми. При этом ниточку подтягиваем, чтобы здесь не образовались отверстия. Последние две петли ряда провязываем одной изнаночной. Так, вот у нас осталось последние четыре петли. Провязываем их также вместе. Две и две. Здесь провязываем одну. Потом через нее вытаскиваем нутку. И заканчиваем вязание. Для того, чтобы сделать незаметный шов, хвостик вдеваем в иголку с широким ушком. И обратите внимание, что будем шить именно на лицевой стороне изделия. Каждый край вот здесь имеет такую косичку из кромочных петель. Вот эту косичку, если развернуть ее немножко бочком, то она имеет перемычки. Вот эти перемычки мы и будем использовать для того, чтобы сюда вдевать иголку. Стараемся сделать так, чтобы не было зубчика. То есть вот так вот ровненько. Вот тут вот есть такой как бы узелочек, можно продеть в него. И еще один узелочек с этой стороны тоже можно продеть в него. И выводим иглу в переднюю часть. Теперь придерживая вот так вот кромочные петли, будем снизу вверх заводить иглу, цепляя вот эту перемычку. Переводим нитку в другую сторону, находим следующую. Перемычку между кромочными. И снизу вверх, используя эти отверстия, протягиваем нить. То же самое здесь. Главное хитрость здесь затягивать нитку максимально. Тогда шов будет практически незаметен. Бея. Это так рябов. Растик. вот такие носочки у нас получились пяточка буберан носочек незаметный шов и кроме того мы можем сделать на стопе защиту от скольжения которая актуальна как для пожилых людей так и для детей чем секрет и зачем лед если сделать силиконовые пятнышко без льда то эти тормоза так сказать они будут бесформенными и неработающими получается элементы правильной формы плоские хорошо укрепленные в полотно и полностью предотвращающие скольжение и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...